Победа была добыта 10 дней назад, но эмоции все еще не стихают. На родине Аскару Аскару устроили торжественный прием. Поздравить Аскарова приехали болельщики из разных уголков республики. В основном это земляки из Ахвахского района и Хасавюрта, где тренируется боец. В третьем поединке в лиге UFC дагестанскому миксфайтеру противостоял бразилица Алишандре Пантожа. На протяжении всего боя Хасавюртовец выглядел активнее. Он шел вперед и проводил броски, что в итоге вылилось в победу. Успех в поединке позволил ему подняться на четвертую строчку рейтинга мухачей. Он приблизился уже, может быть, в шаге от титула уже, потому что там как бы Кодис 61 хочет не спуститься. Опять там Сихуда что-то газует на него. Ну, как бы уже интриги пошли. Этот дивизион проснулся, ожил, как сказать. За титул, мы думаем, через бой Аскаров стопроцентно после победы подерется. Скромный и тихий в жизни Аскаров с детства борется с трудностями. История этого 27-летнего парня, который с рождения имеет проблемы со слухом, рушит все стереотипы. Аскаров – боец. Он привык все доказывать в клетке. Однако UFC – это не только спорт, но и шоу. Я вижу в нем все, чтобы стать чемпионом. У него есть дух, характер. Он не может на камеру разговаривать. У него разговорная речь чуть нарушена, поскольку нету слуха, полноценного он не слышит. Конечно, этот факт влияет, если там люди нужны, которые разговаривают, что-то устраивают, хотя бы газуют на своего соперника. Но Аскар не делает. Аскар скромный. Кого дают, с ним выходят и дерется. Он мне тоже сказал, сейчас тоже, Мусхам, мне без разницы, кого дадут. Если на камеру что-то надо делать, исполнять ради того, чтобы получить титул, то я не буду этого делать. Вероятно, Аскаров получит пока только претендентский бой, хотя в чемпионском потенциале своего подопечного тренеры уверены и сейчас. Честно говоря, вот этот соперник, который чемпион сейчас, он очень удобен для Аскара. У него нет такой борьбы, чтобы запасать Аскару. Он хорошо бьет, нокаутирующий удар. Ну, Аскару он очень удобный был, потому что Аскар хорошо борется и грэпплинг у Аскара хороший. У соперника не скажу, что такое грэпплинг и борьба, можно сказать, нулевая. Сейчас в планах у бойца заслуженный отдых, после чего начнется подготовка к следующему бою, вернуться в октагон. В команде Аскарова планируют к сентябрю. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Вала Магомедов, телевизор. Курбан Рагимов, телеканал Н вершкал НТ, Махачкала. Продолжение следует...